Естественно, студентам создана такая прекрасная атмосфера, создана не только для обучения, но и для проживания, и для нашего досуга. Друзья, у нас было два здания общежития, причем общежитие находилось максимально в 10 шагах ходьбы через прекрасный парк и колонаду, то есть в самом центре у школы. Это была прекрасная дорога утренняя, эти прогулки, я это обожала абсолютным образом, поэтому два здания, это здание Озборне и Балморал. Я жила вот в этом здании, у нас были прекрасные-прекрасные комнаты. То есть были трехместные номера, были двухместные. Я жила в двухместном как раз-таки с Моникой, и в общем-то в этом номере было все, что вам нужно. То есть ковровое покрытие на полу. У нас был свой санузел, то есть у нас не была ванна, у нас был душ и туалет, все это совместно. У нас был холодильник, у нас был телевизор, у каждого рабочее место с полочками. Даже, кстати, вот такая там, называется настенка такая, да, из пробкового дерева сделана такая доска, где вы можете там какую-то информацию для себя прикалывать. Там лампа была, то есть Wi-Fi, Wi-Fi абсолютно свободный во всем здании. Вам абсолютно не нужно вообще думать о стирке. Там была прачечная, ну, за деньги, но это было, как бы, в общем-то, за небольшую-небольшую сумму. И, естественно, бесплатно нам менялось, я уже не помню, за определенный период мы могли менять себе белье. И, естественно, друзья, вы абсолютно не думали о уборке комнаты, потому что, как только мы все уходили в школу, по всем комнатам ездила уборщица с пылесосиком, мыла нам ванны, туалеты и нам пылесосило все. Это была абсолютно супер вещь, это был просто кайф, друзья. Конечно же, студенты где-то должны кушать, да. На первом этаже у нас была прекрасная столовая. Причем, знаете, настолько все, со всех сторон вы встречаете такую радость, причем, да, вначале, например, вы не умеете вообще говорить по-чешски, но и те повара, и те, кто нас кормили, то есть, вы знаете, такая радость, когда они вам помогут выбрать еду или там как-то, да, посоветуют что и так далее, это было абсолютно супер. То есть, у вас есть возможность жить и сразу же внизу питаться. За очень хорошую сумму, которая намного была приемлемая именно студенческая цена, мы могли обедать и ужинать в этой столовой. Естественно, я всегда пользовалась обедами. Когда вы обучитесь, то у вас нет времени прийти и что-то там, я не знаю, приготовить и так далее. Поэтому, друзья, очень классно было между занятиями прибежать, и мы покупали специально такие, как бы, ну, талончики, или как называется, да, то есть, вы можете на месяц купить за классную цену, и вы, естественно, в этой столовой могли выбрать несколько видов. У нас было блюд, и вы могли очень классно пообедать. Кстати, туда же ходили и наши преподаватели. Друзья, естественно, кому не хотелось или кому эта еда уже надоела, например, так, естественно, была возможность не ходить на обеды в эту столовую, а хорошо, пора вести время в каком-нибудь ресторанчике. Но, естественно, вы должны понимать, что и цена в ресторане за комплексный обед будет немножко другая, чем в этой тоже самой столовой. Цены. Я не знаю, сколько сейчас стоят конкретно обеды в общежитии, но в том 2007-2008 году приблизительно, я думаю, что это стоило, по-моему, около 60 крон. Это было первое блюдо, второе блюдо, и напиток был. Естественно, сейчас, например, возьмете, но я думаю, что приблизительно в то время, может быть, обед стоил около 130 крон, сейчас где-то 180-200 крон. Это комплексный обед, если вы хотите с каким-то напитком, супчик и какое-то второе блюдо. То есть, вы сами понимаете, в 2-3 раза цена разнится. Поэтому выбирайте сами. Хотите, ходите каждый день в рестораны. Были такие у нас, кто просто игнорировал наши столовые. Эта еда была не для них, и они просто каждый день, 5 раз в неделю ходили по ресторанам. Пожалуйста. Хотите, это, как говорится, воля и выбор каждого. Но, на самом деле, говорю, обеды были супер, и почему бы этим не воспользоваться. Были и ужины, как я сказала. Ужином пользовались те, кто, естественно, жили в общежитии, либо кто-то их готовил, потому что на каждом этаже, друзья, была маленькая кухонька. Абсолютно все необходимое на ней было. И плита, раковины, по-моему, даже был, мне кажется, электрический чайник. Но я на этой кухне, может быть, за весь этот период обучения, за этот почти год, я думаю, что, может быть, я всего пару раз что-то приготовила. Потому что в этой же столовой, которая была внизу, вы спокойненько можете прибежать. Я даже ходила со своей тарелочкой и заказывала что-нибудь, то, что мне нравилось в тот момент, то, что имели в меню. И на эту же тарелку мне это накладывали. Я спокойненько уходила себе в комнату и прекрасным образом я ужинала. То есть это вообще абсолютно классная-классная вещь была. Поэтому и этот момент присутствует. И, говорю, голодными студенты никогда там в Чехии не останутся. Что касается досуга. Марианский Лазни, как я сказала, курорт в потрясающем месте. Есть огромная возможность, кто... Ну, велосипеды вообще в Чехии очень распространены, но в Марианский Лазни все-таки горная местность. Поэтому на велосипедах, может быть, единственное на горных, но как бы это уже на любителя. А в плане прогулок это, друзья, это песня. Потому что Марианский Лазни это курорт и для дыхательных путей, и хвойные леса. И гуляйте и гуляйте. Троп, специальных троп для туристов огромное количество. Пожалуйста. И, кстати, даже меня удивило, я не знаю, сейчас бы я, может быть, даже на это не решилась. Но в то время я спокойно ходила по 5-6 километров, какие-то трассы, одна в лесу с плеером в ушах. Сейчас я не знаю, если бы я, может быть, на это отважилась. Но, то есть, абсолютно безопасно, и это вы можете совершенно не бояться, что вас кто-то там убьет или что-то вам плохое сделает. Поэтому и в этом плане абсолютно не проблема. Естественно, кто хотел, тот спокойно мог воспользоваться какими-то туристическими фирмами и ездить, естественно. И как в Германию, потому что Марианский Лазни находится, если я сейчас не совру, около 10 километров плюс-минус у немецких границ. Поэтому, пожалуйста, хотите, вот вам Германия, пожалуйста, Марианский Лазни, вокзал, вы можете сесть на поезд, и вы через 2,5 часа в Праге, Плзень на полпути. То есть, пожалуйста, хотите в одном направлении, хотите в другом направлении, это уже, как говорится, на вас. Но и, естественно, как говорится, даже был такой случай, мы все смеялись. Это были студенты, если я не ошибусь, Кипра. Им настолько не хватало еды с Макдональдса, друзья, потому что в Марианских Лазнях просто нет Макдональдса, нет КФЦ, нет просто такой фастфудовской еды. Друзья, они ездили на такси в Карлово-Вары, чтобы купить себе поесть в Макдональдсе. То есть, хотите, и такая возможность у студентов там тоже есть. Естественно, культурная сфера. В Марианских Лазнях прекрасный театр. В Марианских Лазнях прекрасный концертный зал, где выступает регулярно с концертами западочешский симфонический оркестр с классикой, известной мировой. Ну, то есть, пожалуйста, хотите и культурная, и культура, и отдых, и спорт есть, и теннисные корты есть, пожалуйста. Это уже, как говорится, есть время, найдете время, есть деньги, ради бога. Вот, пожалуйста, как говорится, это все для вас. Не хотите жить в общежитии, пожалуйста, пусть вам родители или вы снимаете себе квартиру. Это тоже вариант, возможно, и это не проблема. Да, но просто именно жить в общежитии, это очень супер, потому что вам не нужно ничего делать. У вас все близко, и вы концентрируетесь только на учебе, и вас ничего другого больше не напрягает и не отвлекает от учебы, именно от самого учебного процесса. Друзья, конечно, был ряд и трудностей, с которым не только я, но мы все сталкиваемся, когда приезжаем в Чехию. Но об этих трудностях и о первых вещах, которые меня шокировали в Чехии, я расскажу вам в отдельном видео. А сейчас подведем маленькое резюме о том, что на самом деле, если вы очень хорошо, трудолюбиво стараетесь учить язык, вот на таких хороших специализированных курсах, это абсолютно не реклама, это мой личный опыт. Поэтому ссылочку я вам, как сказала, сброшу внизу под видео, где вы можете, кто хочет, посмотреть, поинтересоваться, какие варианты, какие курсы вам более подходят. Советую, если вы будете трудолюбиво заниматься и учиться, то успех будет гарантирован. Другая вещь, немножечко еще, точнее, не вещь, а нюансик есть в том, что, да, эти курсы, если вы хорошо будете учиться, вы реально поступите в Карлов университет. Но потом другая вещь придет в том, что вы поступили, языка достаточно для поступления и для таких, как бы, в общем-то, первых шагов. Но, друзья, все равно потом базу нужно наращивать, постоянно над этим работать, потому что, собственно, с этим же столкнулась и я. Это была еще одна проблема, потому что, да, научиться вот просто говорить, общаться, одна вещь, другая вещь, учиться и учить какие-то науки на этом же чешском языке. То есть для меня возникла потом вторая проблема, когда я, да, могла общаться, я смогла поступить в аспирантуру. То есть учеба закончилась в мае, и я уже знала, куда я пойду. Я нашла профессора, который согласился быть моим, так называемым, школителем в Чехии, то есть который меня взял и потом ввел в течение всех лет до защиты. И, естественно, я ходила на экзамен, то есть вам нужно сдать экзамен, чтобы вас приняли в аспирантуру. Я это все справилась, но потом проблема пришла в том, что, да, вы говорить как-то, вы с этим справились, но вам нужно потом уметь, естественно, ходить на какие-то семинары, ходить на какие-то научные вещи уметь не только читать, но и воспроизводить. И у меня еще возникла проблема в том, что я в рамках аспиранской вот этой вот учебы, естественно, ну как и, собственно, в России, вы должны учить студентов. Поэтому спасибо моему профессору, который мне дал первый год на адаптацию. То есть, друзья, я первый год на Карл-Университете ходила на все лекции вместе со студентами. Я ходила постоянно к своим коллегам, докторам, которые ведут ассистентам кафедры, я слушала, записывала, как они ведут эти семинары. Друзья, я купила диктофон. С этим диктофоном я ходила на лекции, с этим диктофоном я ходила на эти семинары. С этим диктофоном я потом спала, потому что я постоянно это все слушала. Я потом с диктофона переписывала еще эти лекции, чтобы, как говорится, память была еще и через руку, да. То есть, настолько нужно было вот именно больше слов, больше выражений, больше каких-то, какой-то терминологий, которые вам просто не дали, потому что вам это не нужно было на первом курсе, но вы должны потом этим владеть, чтобы банально, если вы обычный студент первого медицинского, это, ну и вообще, как бы, медицина навсегда была сложная в обучении и на русском языке. Я помню, как это было сложно, учить анатомию, гистологию, всякие такие вещи. Первый курс вообще был сложный и в России, а так представьте, то же самое учить, но на чешском языке. Поэтому те студенты, которые поступили в университет, супер, но, друзья, я, наверное, не перегну палку, если скажу, что две трети этих студентов потом просто провалилась на первой сессии, либо хвосты потом свои недоуздали до летнего семестра. Об обучении на Карл-университете, на медицинском факультете я сниму отдельное видео, расскажу потом всяких нюансов, как это происходит, какие, потому что я считаю, что студентам дана большая свобода и в плане пересдачи, учебы, и составления личного расписания. То есть это много-много нюансов, может быть, даже в положительную сторону, чем, например, когда мы жестко, еще жестче учились в России. Поэтому это будет отдельное видео. Поэтому, друзья, вот именно потом все равно студент должен еще работать дальше, продолжать над своим чешским языком, потому что на этом запасе вы потом не выйдете. И вам его не будет достаточно, если вы не будете продолжать работать. То есть первая сессия, просто заваритесь на ней. Поэтому целый год следующий, это был следующий тернистый путь, потому что мне, я, друзья, я реально, я была в стрессе за год, я каким-то образом набрала этот материал годовой физиологии, потому что еще была проблема в том, что мне пришлось, потому что физиология, да, это где-то второй-третий курс, второй, если не ошибаюсь, нашего медфака, ну, как, собственно, и здесь. Естественно, мне пришлось еще вспоминать кучу материала и признать, что какие-то вещи просто, например, я и мы, может быть, вообще не учили, да. Поэтому мне пришлось их учить снова. Представьте себе на чешском языке. Поэтому через год меня бросили сразу плавать в баск, как я говорю, в океан плыви и учи. И признаюсь, я просто не спала ночи, готовясь к семинарам, к своим, к учебу, к преподаванию студентам. И первый, помню очень хорошо, первый свой семинар, когда мне реально, друзья, мне текло по спине. Мне текло по спине, потому что просто это вам надо, как я говорю, не только, это не разговор о природе, о погоде, это вы должны объяснить студентам материал, чтобы они это поняли, объяснить так, чтобы они вас поняли не только те слова, которые используют, как я сказала, все эти нюансы грамматики, произношения, диалектов, ударений, акцентов и так далее. Потому что это уже ухудшает воспринимание чешского. Естественно, нужно, чтобы все студенты вас поняли, чтобы никаких проблем не было. Поэтому, друзья, это работать, работать и работать, но это реально, это на самом деле реально. За год выучить чешский, поступить в вуз или на работу, но потом вы должны перейти на другой этап, на другую ступеньку, уже самосовершенствование и развитие именно в той области, в той сфере, которая вам уже потом нужна будет, в которой вы будете дальше продолжать. Но это вполне реально, и своим примером я вам это доказываю. Конечно, я не скажу, что я чешский знаю как свой родной сейчас. Все равно я его знаю очень хорошо, я общаюсь без проблем, но все равно какие-то нюансики, все равно каждый постоянно какие-то вещи дополняются, какие-то тонкости, нюансы, о которых, может быть, раньше как-то не задумывался. Или, например, есть вещи, которые я знаю только по-чешски, вообще не знаю их аналог по-русски. Ну, например, детали машин, например, да, то есть когда вам нужно ехать в автосервис и объяснить там какую-то фигню, которая где-то там что-то, в общем, сломалась. И я эти вещи знаю как они по-чешски, но я не знаю, например, как они будут по-русски. То есть, к примеру, даже уже вот такая вещь. И, может быть, со временем, вот сейчас, спустя этих 13 лет, я уже могу сказать, что, естественно, все равно чешский уже на очень хорошем уровне. Это мне не причиняет проблем. Конечно, акцент, как я говорила, русский акцент, он сильный. И он останется, и у многих он остается. Я, как говорится, держу вот так пальцы, говорю, супер, друзья. Те, кто от него быстро избавился, это получилось. Как мой муж говорит в Милан, что у кого еще, ну, это известная вещь, да, у кого хороший слух, те люди и лучше владеют вот именно такими вещами. То есть, те люди очень хорошо могут послушать, и именно, имея хороший слух, могут и хорошо потом воспроизводить эту речь. Практически без акцента. Так что, ну, вот с этим у меня немножко проблема, потому что акцент, он все равно у меня присутствует. Он постоянно уменьшается, но от него, я считаю, что эта вещь уже индивидуальная. Кто-то избавляется быстро, кто-то годами, а кто-то, может быть, никогда. Естественно, например, я уже на чешском, в общем-то, и думаю, бывают дни, когда как-то вот я не знаю, бывает так, что больше устал или что-то, то говоря по-русски, мне иногда тяжело найти аналог. Мне легче это слово сказать по-чешски, чем по-русски. Начинаю вставлять чешские слова в русскую речь, или иногда вы этого перестаете замечать, и я иногда могу просклонять какое-то слово русское, но над чешской концовкой совершенно этого не замечаете. И потом уже либо мама скажет, ага, вот там ты там как-то так, вот это вот сказала так, мама посмеется, посмеемся все вместе, но как бы я этого совершенно не замечаю. Или замечу спустя, когда что-то где-то напишу, потом говорю, ой, боже мой. Или иногда, знаете, сидишь и думаешь, боже мой, а как правильно, вот так или вот так. Просто реально иногда какой-то ступор находит. То есть вот уже начинается, я не говорю, что вы забываете свой русский, просто мозг уже начинает, видно, работать, потому что вы постоянно в среде, вы говорите на чешском, которое постоянно у вас улучшается, и вы, естественно, уже на него перестраиваетесь, и свой язык вы никогда не забудете. Просто иногда вот бывают такие секундные моменты, когда просто на русский перейти как-то тяжелее, или, например, знаю английский, и не проблема, но, наверное, вот так как все-таки чешского больше по практике, чем английского сейчас, поэтому, начиная говорить по-английски, я иногда могу вставлять и чешские слова, и в тот язык. То есть даже как бы вот такая связь тоже вполне бывает, иногда проходит. Даже, кстати, такой смешной момент, когда муж сказал, что я даже во сне иногда говорю по-чешски. Так что чешский уже во мне, чешский уже стал частью меня. Друзья, подводя итог сегодняшнего видео, я надеюсь, что вам это было минимально интересно, что вы что-то для себя подчеркнули интересное, и я поделилась той информацией, которая вам тоже будет полезна. И еще раз хочу сказать, что я являюсь тем примером, который вам еще раз вживую скажет, что да, реально чешский научиться чешскому, да, реально это сделать за год, возникают определенного рода проблемы, но они решаемы, если вы будете учиться, друзья, учиться, друзья, и еще раз учиться. Это останется всегда и было, есть и будет золотое правило успеха вот в такой учебе. Поэтому я буду всегда вам повторять в каждом своем видео. Ставьте палец на гору, лайк. Если вам понравилось мое видео, друзья, подписывайтесь на мой канал, мне поможет в продвижении моего влога это. И, конечно же, комментируйте, и, конечно же, делитесь моим видео, если вам эта информация будет вам и вашим знакомым интересно. Итак, друзья, спасибо вам всем, люблю, целую. С вами была Элен. Па-па! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!